Министр обороны Галант Израильский сказал, что будет три этапа. Первое — уничтожение военной инфраструктуры Хамаса, второе — зачистка и третье — установка нового режима безопасности, не включающего ответственности Израиля за обеспечение эксклаву. Чем и как может противостоять арабский мир западному? И почему такая незаметная, на мой взгляд, реакция арабского мира на бомбежку больницы? Вопрос хороший, но я сразу скажу, что арабский мир — 22 арабские страны, ничего противопоставить политике Израиля и США не может, потому что арабский мир — это колония США. Это открыто сегодня можно заявлять, что ни одна арабская страна не дёрнется против США, потому что на территории всех практически арабских государств расположены крупнейшие на Ближнем Востоке военные базы США. Они находятся в Саудии, они находятся в Иордании, они даже в Турции находятся. В Катаре крупнейшая военная база США, в Иракском Курдистане разносили Саддама-Хусейна режим именно для этого, чтобы там тоже поставить американские базы. Самый нефтеносный район Сирии тоже находится под американцами. Ни одна арабская страна не дёрнется. Вот вы спрашиваете, почему Египет не открывает границы? Потому что Египет — это второй Израиль на Ближнем Востоке, на Северной Африке. Израиль, по-моему, ежегодно получал до последних событий 7 миллиардов долларов помощи от США. Египет получал 4 миллиарда долларов. Это то же самое продолжение Израиля, только уже в арабском мире. Поэтому они будут синхронизировать свою политику только с Израилем, но никак не с Палестиной. И потом и Египет, и Иордания боятся создания независимого палестинского государства, боятся Саудии. Вы представьте, есть Саудовская Аравия сегодня. Она лидер исламского мира, на её территории две святыни — Мекка и Медина. И тут вдруг появляется героическое палестинское государство, отстоявшее свою независимость ценой невероятных жертв, с третьей святыней — Ислама. И у него, у этого государства появляется голос в исламском мире. Говорит, естественно, Саудии, не хочет этого. Саудии будут всячески торпедировать и тормозить этот процесс. Поэтому палестинцы, которые сначала надеялись на голос разума, что евреи, пережившие ужасы нацистской Германии, не будут сгонять их с земель, не будут уничтожать их, они ошиблись. Потом палестинцы надеялись на то, что мировое сообщество поддержит их. Они ошиблись. Потом палестинцы надеялись на то, что всякие левые социалистические движения, сопротивления, созданные арабами, христианами, кстати. Первые — это бойцы сопротивления, кого обвиняли в терроризме, это были православные арабы, христиане. Потом эта надежда тоже рухнула. Потом они надеялись на создание национального государственного движения, факт, такое же арабское националистическое государство. Оно тоже не оправдалось. И единственная последняя надежда палестинцев сегодня — это именно Хамас как исламское движение сопротивления. Вы абсолютно были правы, когда сказали, что вот эти десятилетия блокады газа довели до страшной степени ожесточения, то, что говорят западным языком, до радикализации населения Палестины. Это именно Израиль создал своим притеснением, режимом апартеида. Он взрастил эти настроения в Палестине. И сегодня палестинцы не будут открещиваться от Хамаса, не будут свергать его, потому что Хамас — это часть палестинского народа. Это всё население Палестины, всё население сектора газа сегодня говорит «мы Хамас». Христиане газа говорят «мы Хамас». Как можно свергать это движение? Всё равно, что требует от советских граждан в 1944-1943 году свергнуть партизанские движения. Вот на оккупированных территориях, которые были под немцами, кто возглавлял сопротивление немцев? Партизаны сопротивлялись. И вдруг немцы обращаются, фашисты обращаются к жителям русских деревень, находящихся под оккупацией, и говорят «свергните вот этих вот партизан». Это то же самое, понимаете, как можно палестинцев этого требовать? Естественно, этого ничего не будет. Я прошу прощения, что сразу возникает вопрос, а как тогда Израиль пытается окончательно решить вопрос с Хамас в секторе газа? То есть вот как тогда трактовать их заявление о том, что мы сейчас зачистим и приведём Хамас в такое состояние, что они вот больше никогда не смогут что-либо предпринять против Израиля? Как можно это провернуть, если такая колоссальная поддержка в Газе, и не только, кстати, в Газе, насколько я знаю, и Западный берег тоже по большей части, на фоне правительства Вармале и Фатха, которые многие считают коллаборационистами или же недостаточно активным правительством, поддерживают в том числе и Хамас. Вот как эта задача стоит? Она стоит перед 500-тысячной нынешней израильской армией, 150 тысяч. Сама, значит, численность Сахал и ещё 360 тысяч мобилизованных. Ну то есть огромная армада. Каким образом тогда это всё будет происходить? Сегодня Израиль находится в сложной ситуации, потому что сменилось поколение, скажем, первых сионистов, которые выиграли две войны у арабских государств, и сегодня они противостоят не государству. То есть Израиль победил Египет, Ирак, Иорданию, все эти Сирию, объединённые арабские силы. Он разбил их в пух и прах во время 60-х годов, 70-х годов, во время двух двойн, шестидневной войны судного дня. Но сейчас они противостоят боевой организации, где каждый элемент взаимозаменяем. Понимаете? Сетевое сопротивление невозможно победить. И Хамас сегодня — это не столько партизанщины, это не только бойцы. Хамас — это дипломатический корпус, который сидит в Катаре. Это интеллектуалы, которые связаны с иранскими властями. Которые взаимодействуют с турецкими властями. Это часть глобального движения «Братья-мусульмане» и «Ихваны-мусульмин», которое подпитывается из одной страны в другую. Это глобальная сеть, которую невозможно уничтожить. Хорошо, допустим, израильтяне сегодня зайдут в сектор газа, понесут большие потери, вычистят там какую-то часть туннеля. Мы прекрасно понимаем, что под сектором газа существует ещё один сектор газа, подземный, что там где-то около 500-700 километров туннелей. И туннели есть те, которые из Египта поставляют через них оружие, компоненты, продукты, медикаменты. Есть туннели для атак, которые проходят под территорию Израиля. Есть туннели, в которых подземное производство коптеров, снарядов, косамов, для ремонта подбитых, я не знаю, каких-нибудь видов техники. Есть подземные больницы, где лечат бойцов Хамас. Допустим, Израиль вычистил это всё. Допустим, он уничтожил из 2,5 миллионов жителей газа, уничтожил, даже 500 тысяч уничтожил, несмотря на вопли мирового сообщества. Но невозможно 2,5 миллиона человек уничтожить в современном мире, устроить геноцид, как устроили американцы по отношению к индейцам, и думать, что это сойдёт с рук. И Израиль понимает, что у него нет ходов, гарантирующих полный успех. Они сегодня это вынуждены заявлять, чтобы успокоить израильское общество. Но это цель недостижима. Даже если сегодня будет вычищен сектор газа хотя бы наполовину, там оставшаяся часть жителей сектора газа, даже если она будет выдавлена на Синайский полуостров, она всё равно вернётся, потому что маятник невозможно удерживать в таком виде ценой колоссального напряжения жертв. У Израиля стратегически не хватит ресурсов на то, чтобы противостоять всему мировому сообществу, которое уже на стороне Палестины. Я имею в виду мировую улицу, не правительство. Я имею в виду медиа, я имею в виду Голливуд, который уже 2000 актёров, сценаристов Голливуда поддержали Палестину, против 700, которые поддерживают Израиль. Мы видим, что сегодня миф о непогрешимости Израиля, о всесильности Израиля, он рухнул. И Израиль понимает, что поле для манёвра предельно съёжилось для него, и у него нет запаса сильных ходов. Но рано или поздно должно прийти отрезвление, ведь в самом израильском обществе тоже есть трезвые головы, в том числе и такие, как Ицхак Рабин, покойный, который понял, что невозможно дальше сохранять жизнеспособность израильского государства на ненависть и на насилие. Он был первым, кто протянул руку своему палестинскому коллеге для того, чтобы заключить мир. Он был убит. Любой, кто шагает к миру, его тут же ликвидируют ястребы, радикалы. Но другого пути, кроме того, что предложил Ицхак Рабин, нет. И сегодня, после того, как правительство религиозных фанатиков и сионистов во главе с Натаньяху уйдёт, а оно уйдёт, потому что израильское общество потребует расследований, как так получилось, что самая сильная в мире разведка проспала нападение бульдозерами, парапланами, полторы тысячи бойцов, которые к стене приближались. У них даже под землю на 20 метров уходит эта бетонная стена у Израиля. И она утыкана датчиками и сенсорами. Если кто-то ведёт подкоп к этой стене, они сразу же реагируют. У них на стене автоматические пулемёты, камеры. При приближении даже летучих мышей они сразу реагируют. Над сектором газа висят воздушные шары, которые снимают каждый сантиметр, каждый клочок земли сектора газа. Как можно было выкатить парапланы на взлётную полосу, и чтобы израильские камеры этого не видели? Как можно было подогнать бульдозеры к стене и рушить эту стену в течение, ну, достаточное время занимает, чтобы израильские сенсоры не отреагировали? Как можно было столько бойцов успеть подготовить, вооружить, где они тренировались, и выставить на исходные позиции, чтобы израильская разведка на это не среагировала? Но это не провал, понимаете? Это заговор против Натаньяху в глубинном израильском государстве. Deep Israel State. Они сегодня работают против Натаньяху. Они его подставили, они его загоняют в сектор газа на безумную наземную операцию. И в итоге Натаньяху весь измазанный кровью будет отправлен в отставку, как военный преступник. Но я надеюсь, что после этого придёт более трезвое поколение израильских политиков, которые понимают, что другого выбора, кроме как начать диалог с палестинцами и выстроить новую архитектуру безопасности по совместному проживанию двух древнейших народов на этой святой земле, другого варианта. Вы знаете, я, может, идеалист, но представить, что в недрах израильского государства есть какие-то силы, которые готовы пойти на вот... И разрешить то, что... Ну, как разрешить? Сделать так, чтобы случилось то, что случилось 7-го числа. У меня, например, вот не хватает... Ну, это то же самое, как 11-е сентября. Что это? Это 11-е сентября, да. Это 11-е сентября. То есть вы считаете, что это конкретная вот поинсценировка, заговор такой с определенными целями? Конечно, я считаю... Это не только я считаю. Вы послушайте ветеранов израильской армии. И тех ветеранов там войны, судного дня там или шестидневной войны, а сегодняшних, которые служили там 10-15 лет назад, которые освоили новейшие виды техники, которые знают, что такое израильское сканирование, отслеживание, анализ данных, передвижение любой там мухи, любой летучей мыши перед камерой. Они знают, что такое израильская система безопасности. Они спрашивают, где эти батальоны, где эти бригады, которые возле стены находились. Их всех отвели перед нападением. Это чистой воды, и было приглашение для Хамаса войти именно в эту дату. Тогда это чудовищно. Это просто чудовищно по отношению к своему народу. Абсолютно чудовищно. Мы с этим согласны. И они пытаются сделать Хамас своей разменной монетой в своей борьбе за власть. Но дело в том, что вся мировая ситуация сегодня поворачивается против вот этого руководства Израиля. Руслан, кстати, вот про то, что многие отворачиваются от израильского руководства, это актуально и для израильского общества. То, о чём вы тоже сейчас упомянули. Я практически ежедневно читаю израильскую прессу и благосферу. Очень интересный момент, на мой взгляд, заключается в том, что многие сейчас говорят даже не только о том, что Нитанеху должен уйти, и даже дело не в том, что Ликут на рекордно низких уровнях по поддержке, правящая партия среди населения, но и растёт популярность арабских партий. Не только потому, что до двух миллионов граждан Израиля это арабы, по сути дела палестинские арабы, которые стали израильтянами арабского происхождения, но и потому, что сейчас именно вот этот вот сектор, с одной стороны, да, противники Нитанеху в главе с Гансом, у которого до 40 сейчас мандатов, то есть прямо вот сейчас пройдут выборы, им вообще до 40 мандатов. Это практически третий даже, ну практически третий, скажем так, голосов. Ну и арабские партии. Руслан, как вам кажется, каково будущее израильской внутренней политики именно в контексте, значит, ухода традиционных сил, фиаско достаточно популярной правой идеологии, ну, на примере Нитанеху, да, того же самого, тупик, в который зашли его крайне правые соратники, Смотрич, Бенгвир и прочее. Вот что нам ожидать на внутриполитическом поле израильском? Вот это самая интересная часть нашей дискуссии, поскольку боевые действия, бомбёжки, ответы Ханас, они, конечно, на виду, но не они определяют как бы саму динамику политического процесса внутри израильского общества. Дело в том, что внутри израильского общества, во-первых, растёт понимание того, что поддерживать существование Израиля в режиме ненависти уже невозможно. Во-вторых, растёт понимание, что арабы, они начинают всё больше оказывать страшное демографическое давление на Израиль. Во-первых, растёт население арабское в палестинских территориях, растёт арабское население вокруг Израиля. Египет уже, наверное, скоро сравняется по численности населения с Россией. Там уже за 100 миллионов с лишним, они почти 120 миллионов. И плюс растёт арабское население внутри самого Израиля. И растут симпатии к палестинцам внутри самого израильского общества, у самих израильтян. И в этой ситуации, когда наглядно просто видно, как голоса перетекают в совершенно другую сторону, другим партиям, другим силам, уже очевидно, что демократическим путём в скором времени к власти может прийти другая коалиция, которая выступает как минимум за мир с арабами. А несколько десятков лет, если ещё подождать, то и арабы могут прийти к власти. Понимаете? Это самый страшный сон для Израиля. Вы посмотрите на Британию. Там Индус возглавляет Соединённое Королевство, а араб, мусульманин, возглавляет шотландское правительство. Ну, мэр Лондона ещё. Мэр Лондона, да, пакистанец. Пакистанец, да. Это невозможно не видеть тенденцию. Понимаете, Израиль создавался в годы Второй мировой войны, когда единое мусульманское государство было низвернено. Оно лежало в руинах. На руинах османского султаната, на всеобщем подъёме, что исламский мир повержен, и плюс на страшной трагедии еврейского народа создавалось государство Израиль. Но оно на каком-то повороте пошло не туда. Вместо того, чтобы пытаться вместе с арабами найти компромисс, оно пошло в сторону тотального уничтожения арабов. И тогда это казалось достижимым. И вот этот феномен ястребиной политики Израиля останется в XX веке. В XXI веке уже сейчас никто не даст истреблять такое количество населения, не будет закрывать глаза. Это первое. И второй, XXI век — это век Азии. Это подъём Азии, в том числе подъём мусульманского мира. Вместе с Индией, с Китаем мусульманский мир будет пробуждаться. А в XX веке ещё не было Катара, не было нефтеносных держав, там, Эмиратов, не было Саудовской Аравии, не было такой мощной Турции, не было ещё такого Ирана. Понимаете, Иран под шахом был тогда и был полностью в обойме и в политике США. И сегодня, в XXI веке, реализация всех этих планов, она уже невозможна. И сейчас всю эту политику придётся менять и договариваться с арабами, пока арабы не забрали всё сами. Руслан, у нас остаётся буквально полминуты. В продолжение вопроса Андрея, если арабскому миру нечем ответить Западу, тогда чем всё это закончится? Я думаю, что на этот вопрос вы только что ответили как раз. Это закончится свержением всех арабских режимов во время волны, новой волны арабской весны. Грядёт цунами, понимаете, все эти предатели и арабы во главе своих стран, они будут смятены новым поколением политиков. И ставьте лайки под каждым видео. Это поможет нам в продвижении канала и доведении информации до тысяч новых зрителей.